Привет всем любителям модификаций для не менее любимой серии Fallout. В прошлом выпуске, посвященном модам для Fallout 4, я размышлял на тему создания видео о пользовательском контенте для других частей серии. В комментариях вы меня поддержали, а я занялся тщательным просмотром лучших модов для третьей части и New Vegas. Взор мой пал, почему-то именно на дополнение для последнего. На самом деле контента, созданного обычными геймерами и фанатами постядерной серии очень много. Выбирать есть из чего. New Vegas и так не маленький. Чтобы посмотреть все в этой игре, понадобится не одна добрая сотня часов. А если ко всему этому добавить квесты, созданные юзерами, то из игры можно вообще не вылезать пару лет. Мод, который мы сегодня разберем, это дилогия Rockwell. О нем в нашей группе вконтакте мы уже писали, так что если хотите знать больше о модах, а также просто о последних новостях канала, то подписывайтесь на Fallotch вконтакте. Авторы данной модификации придумали неплохую историю и чудесно реализовали ее в двух частях. Вместе с модом в игру поставляется 20 новых заданий, не только на пустоши Мохава, но и в других штатах послевоенной Америки. Возможность получить двух новых напарников, новые виды врагов, а также несколько пушек. Давайте по порядку. Сюжет отправляет нас на секретный объект Rockwell. Смотритель данной базы разослал в Прим и Гуд Спрингс письма с просьбой о помощи, так как объект подвергся нападению некой организации со смешным названием Тантрум. Перед атакой Rockwell был скрыт голограммой и на протяжении долгих лет его сотрудники работали в полной секретности. Но после атаки были разрушены голограммные башни и за горами на западе от Прим и Гуд Спрингс теперь всему честному народу видны секреты научной базы. Так как делогия Rockwell состоит, кто бы мог подумать, из двух частей, то после прохождения первой вам вежливо предложат продолжить приключения. В продолжении вам предстоит взять под свое крыло выживших Rockwell'а и помочь им добраться через всю Америку в родной штат Вермонт. Вообще без второй части история не будет полной и пройдя лишь первую не стоит забивать на сиквел. Великолепное путешествие через кучу штатов, таких как Миссури, Колорадо и Огайо, закончится на базе под названием Суперструктура, где и началась вся история. Конечно же на протяжении всего приключения вам встретятся новые противники и монстры, но и старые знакомые нам тоже встретятся, например бойцы Тантрума. И как бы мне не хотелось спойлерить, но последней части путешествия вам предстоит побывать на подводной лодке, о которой есть целая интересная история. Вообще данный мод очень понравится любителям погружаться в историю с головой и обшаривать все вокруг на предмет информации. В каждом терминале или записке большое количество интересного текста, без которого периодически не получится пройти тот или иной квест. Да, придется думать головой, перестрелять всех и уйти героям не получится. В начале видео я сказал, что в моде присутствует немалое количество новых существ. И пожалуй одно из самых жестких появлений нового вида противника произошло в этот момент. Боец Тантрума появился настолько неожиданно, что я чуть сердце не выплюнул. К тому же эти засранцы после смерти взрываются. Но для того, чтобы их остановить, нам предоставят немалый выбор оружия. Каждая из пушек очень мощная и с неплохим дизайном. Например, табельная винтовка Роквелл наносит троекратный физический урон и наносит еще не фиговый такой урон электричеством сверху. А вот моя любимая модифицированный пистолет-пулемет. У него есть ужасные штрафы, он отнимает 50 единиц очков здоровья и понижает восприятие до нуля. Но зато им можно делать вот так. В целом мод не такой простой, я бы советовал ставить его по достижении вашим персонажам примерно уровня 15-го. Несмотря на то, что новые пушки очень мощные, а в самом начале вам дают силовую броню в идеальном состоянии, пробираться сквозь супостатов придется ой как непросто. Подытожив, хочется сказать следующее. Учитывая всю ту фигню, что я обозревал из модов для Fallout 4, дилогия Роквелл просто эталон качественного пользовательского контента. Авторы отлично реализовали свои задумки, создали атмосферные локации и интересный сюжет. Они не забыли о наполнении, вроде новых противников и оружия, и достойно внедрили все это в уже созданный мир пустъядерной пустоши. Если и дальше модификации, которые я буду выбирать для роликов, будут такого же качества, то нас ждет очень много любопытного. А пока я прощаюсь с вами, надеюсь вам понравилось это видео, не забудьте поставить ядер лайки и думать о хорошем. Всем удачи и пока!